Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Ваш ребёнок ворует деньги, не хочет учиться, употребляет наркотики, вступает в ранние половые связи. Куда смотрят родители? Резонный вопрос. Но, возможно, вы ответственный и любящий родитель, и ваш ребёнок, тем не менее, отбился от рук. Как ему помочь? И как помочь самому себе? Сегодня это тема нашей программы, и на наши вопросы отвечает психолог-консультант Мария Вачева. Мария, здравствуйте! Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас тема очень тонкая. Мы, сразу оговорюсь, никого не осуждаем, ни на кого не вешаем ярлыки, и никому не хотим внушить чувство вины, никому из родителей, потому что вина – это очень плохой мотиватор. Мы просто пытаемся понять причины такого поведения трудных детей, и пытаемся найти пути решения. Вот есть мнение, что каждый ребёнок, который рождается в этом мире, – это чистый лист. Его можно сравнить с чистым листом. И то, что ты, родитель, на нём напишешь, то у него и будет. А если какие-то дурные черты характера начинают проявляться, то кто виноват, как правило, считают виноватыми родителей. Вы согласны с этой точкой зрения? Очень сложно говорить о том, что ребёнок – чистый лист. Я думаю, что это мнение всё-таки субъективное. Почему? Потому что формирует ребёнка не только родитель, и не только то, что он туда записывает. Как бы нам не хотелось и думать так, что всё в наших руках, на самом деле сам родитель не является идеальной ручкой, которая вписывает в этот чистый лист. Родитель сам имеет какие-то склонности, какие-то нехорошие черты характера. Почему? Если родитель ленивый, но хочет, чтобы его ребёнок был, к примеру, старательным, трудолюбивым, и очень много об этом, скажем так, заботится и старается над этим работать. Но если у него у самого нет этих качеств, то очень сложно вписывать туда. Есть такая интересная английская поговорка о том, что не старайтесь воспитывать детей, воспитывайте себя сами. Они всё остальное у вас переймут. Но ведь бывает так, что наоборот, родитель трудолюбивый, энергичный, порядочный, благородный, любит, например, спорт, любит читать классику. А ребёнок, он совершенно не интересуется тем, что делают его родители и что они ему внушают. У него какой-то свой путь, он интересуется совсем другим. И что всего хуже, бывает так, что ребёнка не интересует вообще ничего. Ему только хочется где-то шататься с друзьями, в каких-то сомнительных компаниях учиться он не хочет, хобби у него нет. И вот говорят, вот не в родителей. Ну, на самом деле, хотим мы этого или не хотим, это то разочарование, с которым мы иногда, как родители, встречаемся. Мы хотим, чтобы вот то лучшее, что в нас есть, оно ещё больше приумножилось в нас. И мы очень не хотим, на самом деле, посмотреть правде в глаза, что наш ребёнок, он уникальный. И он уже от самого рождения имеет какие-то черты характера, какие-то наклонности, совершенно порой не похожие на те, которые есть у родителей. И нам это очень сложно принимать. И пока он маленький, мы ещё как-то пытаемся его в рамках наших правил держать, и не хотим принимать то, что он другой. И я думаю, что это то, с чем сталкивается каждый родитель. С тем осознанием, что ты должен принять, что твой ребёнок не такой, как ты. И он, вероятно, не сделает ту программу, не выполняет ту программу, которую ты для него написал, нарисовал в своей голове, в своём воображении. Что он должен идти вот так, вот так, вот так, и тогда его жизнь будет успешна, и тогда я буду себя чувствовать при этом. За этим же что стоит? Потребность родителя поставить себе, вот сюда повесить, как я обычно говорю, медаль повесить. Медаль «Я хороший родитель». И вот эта жажда одобрения общества, она толкает родителя на то, что он рисует эту программу для ребёнка, и не хочет принять ребёнка, если он не вписывается в эти рамки, в эти стандарты, которые нарисовал родитель для него. Ну, это хорошо, если, например, мы интересуемся одним, а ребёнок интересуется другим, но всё-таки интересуется чем-то полезным, и вкладывает туда все свои силы. Но сегодня мы касаемся такой ситуации, когда ребёнок действительно отбивается от рук. Когда мы начинаем видеть, что наш ребёнок или начинает пропускать школьные занятия, или он связался с плохой компанией, или мы уже видим, он употребляет наркотики, уже даже не просто подозреваем, а мы его поймали, мы нашли у него. И при этом мы понимаем, что мы благополучная семья, у нас есть хороший статус, мы ему даём всё, что только он может пожелать, готовы отплачивать ему репетиторов, готовы его возить отдыхать, отправлять в лучшие лагеря. Мы всё для него делаем. Почему он такой становится? Что делать? Это шок для родителей, я думаю, обнаружить, ребёнок ведёт себя. Ну вот на самом деле, Юлия, вы сейчас обозначили такие вещи, которые используют фразы, установки, которые используют многие родители. Споймали с чем-то, боремся с чем-то. И это всё похоже на какой-то, знаете, арсенал некий, милитари, когда мы пытаемся что-то с ребёнком, какие-то, скажем так, военные такие слова используя, какие-то действия военного характера с ним использовать, применять с ним. На самом деле, мне кажется, здесь очень важно посмотреть, а что является причиной, и посмотреть, даём ли мы то, что гораздо больше, чем лагеря, отпуска в хорошем месте, вещи, оплаты репетиторов и так далее. Есть какие-то более глубинные вещи, привязанности, которые мы, как родители, должны формировать в ребёнке. И если у нас страдает с ним, с ребёнком, вот эта эмоциональная привязанность, если у нас она слаба, если мы не даём что-то ребёнку, в чём он нуждается, всеми материальными вещами мы не можем эту потребность восполнить. Всегда есть... Вот в этих проблемах есть такие поверхностные вещи. Ну, трудное поведение, которое бесит родителя, которое разочаровывает родителя. И вот под этим трудным поведением, под слоем этого трудного поведения, есть какая-то потребность ребёнка. Неудовлетворённая потребность, которую он иногда восполняет вот таким вот, скажем так, антисоциальным поведением, неприемлемым поведением. То есть вот здесь мне хочется как бы немножко остановиться. Даже если мы порядочные люди, даже если мы ведём хороший, добрый, благородный образ жизни, мы на хорошем счету на работе, и в принципе мы, ну, не можем сказать, что у нас какие-то нездоровые отношения в семье, да, нет конфликтов, может быть, открытых, но наш ребёнок почему-то ведёт себя неприемлемо, это значит, что всё равно какая-то потребность у него не удовлетворяется. Это как светофор. Это сигнал. Даже не светофор, я бы сравнила с температурой. Если температура повышается, мы понимаем, что в организме что-то не в порядке. И если вот это внешнее поведение, вот оно сигнализирует родителю о чём-то, что не очень хорошо с ребёнком в данном случае, вопрос в том, что родитель думает, что со мной не так, что я сделала не так, когда сталкивается с трудным поведением. И сразу первый вопрос, который родители зачастую себе задают, это где моё упущение, что я сделала не так. Первое, о чём задаёт всегда родитель, вопрос. И поэтому, конечно же, тут важно посмотреть, а что у ребёнка, где у него нужда. Потому что не на пустом месте возникает вот это вот, скажем так, вот такое поведение. Если ребёнок имеет достаточно любви, заботы, внимания, и не только заботы в плане материальных вещей, у него будет и интерес к жизни, и всё остальное будет на месте. То есть, ну, понятно. Вот мне кажется, всё-таки очень сложно взрослым людям признать, что они в чём-то неправы. У родителей любого есть какая-то схема своя взаимодействия с ребёнком. Схема воспитания, взращивания ребёнка. И у кого-то в этой схеме дисциплина. Ребёнок должен приучаться к труду. Он должен и музыкой, и заниматься, и рисованием, и в спортивной секции. И вообще он должен соответствовать нашей семье. И вот по этой жизни ребёнка мы ведём с этой установкой. Кто-то считает, пусть сам выбирает, не хочет, не хочет, хочет, пусть делает. То есть, свобода полная. И это родительская установка. И мы в ней считаем, что мы правы. А когда вот, чтобы признать, что так мы, оказывается, все там 13-15 лет были неправы, мы, оказывается, не тем путём шли, вот далеко, мне кажется, не каждый родитель способен признать свой прокол, свой пробел. Ну, может быть. Действительно, каждый родитель воспитывает ребёнка в соответствии с тем стилем воспитания, как вот он себе в голове нарисовал. Что-то берёт из прошлого своего, из детства, что-то, наоборот, в противовес своему детству. Он применяет воспитание детей и использует некие такие, ну, установки, перечень, которые у него есть. Но, тем не менее, когда родитель сталкивается с трудным воспитанием, а трудное воспитание, трудное поведение – это то поведение, которое мы не можем контролировать. Оно нас раздражает, мы с ним ничего не можем сделать. Оно все наши вот эти воспитательные, скажем так, правила, они все сходят на нет. И бывает, вот вы привели примеры, такие серьёзные, скажем так, когда наркомания, там, беременность ранее. Но для каждого родителя степень трудности, она разная. Пример, моя знакомая, которая воспитывает ребёночка по всем воспитательным правильным книжкам, да, вот воспитывает, в общем, по всем канонам педагогики. И вот её трёхлетний ребёнок на песочнице даёт сдачи лопаткой, значит, совком в лоб другому ребёнку. Она просто в ужасе была, потому что всё то, что она три года лелеяла, лелеяла, вкладывала в этого ребёночка, стремление дружить, делиться, уважать другого. Всё это на её глазах просто рассыпалось. И тут уже ты не можешь прятаться от того, что твоя система не сработала. Как раз-таки ты и задаёшь вопрос, а что я сделаю не так? Потому что у родителя очень естественное желание быстро найти место, где течёт, да, залепить, и чтобы дальше его система также и работала воспитательная, ту, которую он умеет. Поэтому зачастую родитель обращается за помощью и говорит, сделайте с ним что-нибудь, помогите, у него с моим ребёнком проблема. Но при этом родитель не всегда готов разделить, что эту проблему нужно решать как в отношении ребёнка, так и в отношении взрослого. То есть невозможно привести ребёнка к психологу, скажем, как сегодня очень иногда популярно, да, привели ребёнка и ожидать, что после, ну, часа, нескольких встреч, к примеру, консультаций, что ребёнок станет каким на выходе? Что ожидает родитель, в принципе? Таким, каким удобным. И на выходе, соответственно, ожидается удобный ребёнок. И когда начинаешь объяснять родителю, что это невозможно достичь только в отношении ребёнка, если родитель не готов изменить что-то в своём отношении, в своём поведении, в своих привычках, то родителю это очень сложно принять. Вот здесь, пожалуй, сложно родителю, когда нужно осознать, что невозможно вкрутить какой-то болтик или гаечку в голове ребёнка, чтобы он опять стал удобным, приносящим родителю какую-то респектабельность. Вот мой ребёнок, он учится в музыкальной школе. Как родители этого хотят? Страстно желают гордиться детьми. И хотят обрести эту респектабельность. И если он не даёт, родитель раздражается. Вопрос, что чувствует родитель? Да, вот что он чувствует? Порой он не столько беспокоится за ребёнка, сколько, если туда глубже посмотреть, родитель беспокоится за то, как на него смотрят люди, за свою респектабельность. И что о нём думают другие? И меньше всего он порой думает о ребёнке. А думает о том, а что люди скажут обо мне? Что люди обо мне подумают? И, соответственно, вынесут вердикт, я хороший родитель или я плохой родитель. Вот мне интересно, когда уже начать бить тревогу? Ну, ведь многие родители не сразу понимают, что с их детьми что-то не так. Они считают, ну, вырастет, всё поймёт. Кто-то, наоборот, чрезмерно требователен и считает, что вот один раз ребёнок ругнулся матом. В представлении родителя его ребёнок уже преступник, уже беда пришла. Да, да, да. И уже надо просто что-то делать и рвать на себе волосы. Он один раз сказал матом. Вот когда всё-таки действительно здраво нужно начать беспокоиться и что-то делать? Я думаю, что вот ты хорошо обозначила, что когда это происходит разово, действительно, нам не стоит поднимать сразу панику, а задаться вопросом, что стало причиной, что за этим стоит. Но если, конечно, мы видим, что это разом происходит, а мы на эти маркеры закрываем глаза и не хотим увидеть, что за этим стоит какая-то потребность, вполне возможно, ребёнок либо устал, либо у него какие-то трудности, о которых вы не знаете. Вполне может быть, что у него какие-то трудности в школе, о которых он вам не рассказывает. Какие-то кризисные периоды. Мы вот эти все вещи должны учесть, посмотреть. И когда мы вот как-то пытаемся более-менее объективно посмотреть картину, тогда мы можем себе ответить, вот это уже стоит теперь вмешательство или нет. Если действительно разово мы видим, что у ребёнка что-то сорвался, проявил гнев, к примеру, дверью хлопнул, и вы понимаете, что это подростковый возраст, вы понимаете, что это нормально, гнев выпустил, у него такой гормональный скачок, и как бы тут особо и беспокоиться не стоит. Но, конечно, если это уже раз за разом, тут нужна помощь как ребёнку, так и родителю. Я хочу ещё раз подчеркнуть. Помощь нужна обоим в этой ситуации. Потому что родитель, который испытывает чувство вины, чувство стыда, и весь этими эмоциями раздавлен просто, то он тоже нуждается в помощи. И я думаю, мы об этом будем ещё говорить. Да, обязательно. В следующей программе мы продолжим разговор о том, как же помочь трудным детям, особенно если они растут в хороших семьях, ну, у хороших, порядочных, вроде бы ответственных родителей. И мы уже будем искать ответы на наши вопросы, что делать. Маша, я благодарю вас за то, что сегодня в нашей студии вы были. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин